О организации компании. Любая компания, структура любой компании состоит из нескольких департаментов. Точно так же на судне у нас есть три департамента, а в компании, соответственно, у них больше. Во главе либо совет директоров, либо директор. Это уже не принципиально, как это будет называться, как хотите. Какой-то босс в любом случае. В любом случае, это люди, которые особо нам не интересны, на нашу жизнь они, в общем-то, непосредственно не влияют. Мы сталкиваемся совершенно с другими людьми, которые являются представителями вот этих вот нескольких департаментов. Итак, в первую очередь, самый хороший департамент – это аккаунт департамент. Это те, кто нам считают деньги, присылают зарплаты. Мы всегда трепетно следим за его работой. Далее, пурчейсинг – это снабжение. Все снабжение, которое приходит на судно, пурчейсинг департамент координирует, организовывает, мониторит наши заявки, формирует их, ищет поставщиков. Эти ребята вот этим всем занимаются. Следующий, довольно важный департамент – HSE – Health Safety Environmental. Может еще называться HSQE. Q – это добавляется quality. В любом случае, это департамент, который отвечает за безопасность судоходства. То есть, вот они как раз проверяют наши все соблюдения навигационных правил, проверяют наши пресс-эш-планы, документацию по безопасности, навигационную документацию. Все-все-все. Они за это отвечают. Они проводят интернал-аудиты на судне. То есть, это такой довольно серьезный и важный отдел. Следующий – Technical Department. Ну, это инженеры, скажем так. Они занимаются мониторингом в основном того, что происходит в нашем Engine Department. То есть, правильно ли проводится мейнтеннесс каких-то механизмов обслуживания, либо там какие-то оверхоллы. Они это все мониторят. Своевременно ли это все проводится. Далее у нас идет insurance – страховка. Страховщики. Здесь имеется в виду не только… То есть, в любой компании есть отдел страхования, который занимается не только экипажем. Здесь идет речь непосредственно о судне в целом. И также груз сюда входит. Вот это те, кто занимаются полностью страхованием. Crew Management. Crew Management – это то, с чего мы, в общем-то, с вами начинаем сталкиваться с самого начала. Когда вы ищете работу, ищете, куда вам пойти в рейс. Это самый первый департмент, с которым вы столкнетесь. Куда мы пишем резюме, несем документы, либо отсылаем. Это вот именно они. И далее catering department – это по аналогии как на судне у нас есть catering department, так и в компании, грубо говоря, отдел общественного питания. То есть, они занимаются именно все, что связано с судовым питанием. Находят нам шипчангеров, которые привозят провизию. Они регулируют расходы финансов на питание. То есть, вот от них приходят все эти постановы, сколько мы расходуем в сутки на члены экипажа. То есть, они полностью следят за вот этими всеми делами. Продолжение следует...